Существует много примет про обувь, но также много мифов. Давайте-ка я сегодня развенчаю эти мифы и скажу, какие приметы про обувь рабочие, какие нет. Я собрала 7 самых распространенных примет про обувь в интернете. Итак, первая примета. Нельзя хранить обувь, которую вы не носите. Это к болезням, к неурядицам в жизни. Мой ответ – это неправда. Обувь, которая хранит ваши дорогие воспоминания, может быть, вы ее не носите, но она вам дорога, как память. Нельзя ее выбрасывать, точнее, ничего плохого из этого не будет. Храните себе на здоровье. Примета номер 2. Нельзя дарить тапочки, поскольку они символизируют загробный мир. Считается, что тапочки, подаренные близкому человеку, предвещают ухудшение отношений с ним. Ответ мой таков. Это неправда. Тапочки дарите близким людям. Более того, подаренные тапочки, особенно вашей свекрови, улучшат с ней отношения. Но любимому человеку нельзя дарить никакую обувь. Ни тапочки, ни туфли. И даже ваш любимый человек, ваш муж, жена, не должны вам дарить обувь. Что делать, спросите вы, если у вас общий семейный бюджет, и вы идете со своим мужем, например, покупать обувь. Не идите вместе с ним. Пусть он вам даст денег, идите покупайте без него. Тапочки, сапоги, туфли, все что угодно. Но вот именно что касается близкого человека. Если других людей, родственников, друзей, пожалуйста, дарите на здоровье, это только к лучшему. Примета номер три. Скрипучая обувь говорит о том, что ее владелец кого-то обидел. Да, это правда. Если ваша обувь начала скрипеть, такие неприятные звуки издавать, значит, есть обиженный на вас человек. Вспомните, кого вы могли обидеть. Дует ветерок, и мы с вами такие шатаемся, да. Но зато весна пришла, да. Так, следующая примета, четвертая. Обувь должна стоять на полке правильно. Правый ботинок должен быть с правым ботинком. То есть, для чего этот примет огласит? Они не должны меняться местами, потому что неправильное положение предрекает ссоры, неурядицы, недопонимание в доме. Так и есть. Более того, если ваши даже домашние тапочки стоят отдельно друг от друга, это обозначает, что у вас в личной жизни будет проблема. Даже если вы слышали, у меня, по крайней мере, в детстве, мне мама говорили, бабушка, или кто там говорил, нельзя ходить в одном туфельке, в одной тапочке, мама умрет. Вот вы знакомы вам, да? Нельзя ходить в одном, а то мама умрет. Такой ужас сразу, как мама умрет. Я буду ходить в двух туфельках. А часто что делаем мы? Когда что-то забываем в доме, разулись и поскакали, да, вот в одном туфельке, потому что лень снимать две туфли. Не знаю, как правильно сказать, туфли. Что это обозначает? Туфель, обувь – это символ пары. Если вы в двух, значит, у вас есть пара. Если в одном, а в детстве что? В детстве кто нам пара? Наша мамочка дорогая, да, она наша вторая половина. Поэтому не знаете, что мама умрет. Нет, у вас просто будут разногласия с мамой. А если вы скачете в одном ботинке, в одном тапочке, и уже вы взрослая девушка, взрослый парень, это обозначает, что у вас не будет пары мужчины любимого, женщины любимой. То есть вы, ну, может быть, кто-то будет, но не будет гармонии, вот что-то будет не то. Старайтесь всегда ходить в двух. Если, например, вы в магазине примеряете обувь, вы скажете мне, да, вот я ж один же примерила, посмотрела, ну, вы же их не купили, они же еще не ваши. И тогда примета сюда не распространяется. Только в своих, если вы в одном ходите, вот нельзя так. А то будет у вас в личной жизни не пойми что. И вместе всегда должны стоять правый и слева, мы ботиночки, туфельки, все должны быть в порядке. И тогда в личной жизни у вас будет все в порядке. Итак, следующая примета. На ответственное мероприятие лучше не надевать новую обувь. Это может отпугнуть удачу. Да, это правда. Если вам предстоит важное свидание, встреча, обуйте те туфли, которые вы уже обували хотя бы один раз. Если же получится так, что вот вам хочется вот именно вот эти. Ну, возьмите, сходите в них в магазин. Уже будет считаться, что они ношеные. Так, следующая, шестая примета. Случайно не на ту ногу, а будь туфель к неприятностям. Да, это правда. Если вы, знаете, бывает, берешь правый, а обуваешь на левый. Значит, отложите, не обувайте эту обувь. Куда вы пойдете, вас будут ждать неприятности. Так, седьмая, последняя примета. Если трескается подошва, сулит финансовые потери. Мой ответ – неправда. Трескается, знаете, у меня такое было на ботинке. Треснул, прям как напополам вот эта подошва. Это обозначает, ну, какие финансовые потери. Единственное, что мне придется их выбросить и купить новые туфли, ботинки. Вот к каким финансовым потерям. А так, чтобы это прям вот вы там порвали, там вас подошва напополам. Ну, прям там такой ужас был. Нет, такого не будет. И я вам еще больше скажу. Поскольку я изучаю приметы, я о них знаю много, и вам с удовольствием их рассказываю, скоро ждите приметы про свадьбу. Говорят, что нельзя праздновать свадьбу, высокосный год. Это неправда. И я развенчаю этот миф и расскажу, почему. А также, в какой месяц нужно выходить замуж. Следите за моими новыми видео. А также, если вы хотите узнать больше про психологию мужчин и женщин, я могу вам совершенно бесплатно выслать свою книгу, которая называется «3D. Роман дороги». 3D – это прозаический жанр, занимающий промежуточное место между романом с одной стороны и психологией с другой, тяготеющий к философскому сюжету и максимально четко показывающий отношения между мужчиной и женщиной. Напишите на Viber, номер вы сейчас видите у себя на экране, и я с удовольствием вам эту книгу отправлю. Также, если вы хотите, чтобы я вам помогла с вашим близким человеком наладить ваши отношения, вернуть, влюбить, создать гармонию в существующие отношения, мужчина, например, то пропал, то появился, вы хотите, чтобы он все время был, не пропадал. Это все ко мне, курс «Буду любима», звоните, пишите. Также, чтобы получить скидку 50% на этот курс, можете приобрести одно видео. А возможно, оно вам понадобится, возможно, только это видео поможет вам, курс не надо будет покупать. Тем более, цена очень привлекательна. Ставьте лайк, с вами была я, ваша Наташа. Субтитры сделал DimaTorzok